Привет, дорогие друзья! Я, если честно, уже не представляю, как бы я работала, если бы не было разнообразных текстур, вайнеров, молдов, вырубок, каттеров и тому подобного инвентаря кондитерского. Сегодня я хочу снять коротенькое видео про разные текстуры и вот такие вот еще цветочки, хочу вам показать, которые не так давно мне пришли. Я в восторге вообще от этой силиконовой формы. Я вам покажу чуть дальше, какие в ней цветочки получаются. Также вот такие вот камушки. Это будет у меня тоже текстура очень интересная. И будут у меня цветы из пластиковой текстуры. Тоже покажу, как с ней работать. Из вот этой вот пластиковой текстуры можно получить очень такой интересный и красивый рисунок. Он может быть как вдавленный, так и может быть с выпуклым рисунком. Мы не катаем сильно тонко мастику для того, чтобы все-таки было куда вдавиться. Возьму себе немножечко кукурузного крахмала, присыплю. И нужной стороной пластиковой своей вот этой заготовки буду придавливать мастику. С одной стороны она выпуклая, а с другой стороны рисунок вдавленный. Вот, придавливаю нужной стороной. Мне нужно, чтобы мой рисунок как бы выпирал вверх, потому что я его буду сверху прокрашивать. И мне нужно, чтобы быстрее было сделать, чтобы он выпирал вверх. Можно сделать, чтобы он был как бы вовнутрь, и тогда внутри что-то кисточкой прорисовать. Но это капец какой геморрой. Поэтому буду делать немножечко по-другому. Я это видела уже так делают многие, и кондитеры в том числе. Я взяла вот такой вот спонжик ватный обычный и натянула его на насадку, чтобы удобнее просто держать. Мне нужно сделать твердую плоскую рабочую поверхность, которая будет у меня красить. Можно воспользоваться какой-то твердой губкой. Если губка будет у вас мягкая, то у вас прокрасится полностью весь лист, и не будет видно рисунок. А так как у нас здесь плоскость твердая рисования, то у нас как бы прокрашивается только та часть, которая выпирает у нас из мастики. И штрихующими движениями просто прохожусь по мастике. Очень красиво, когда вот такой вот эффект мы делаем, если нам нужен эффект ткани. То есть очень красиво. Я делала тортик для беременной девочки, и там была как бы разлетающаяся кофточка на тортике. И там очень красиво смотрелась именно вот такая вот техника. Это было очень давно, я не знаю, пару лет назад, наверное, было. И вот сейчас это буду использовать именно для таких флажков как бы на тортике. Чтобы не разрисовывать, и флажки не были просто однотонны. Я, кстати, краситель разводила водкой. Очень нежно-розовый у меня был краситель. Развела его очень жидко, то есть буквально капельку разводила водкой для того, чтобы быстрее сохло. И сразу же нарежу на полоски, и потом нарежу, соответственно, на треугольники, потому что это у меня будут флажки на тортике. Тортик это потоковый, то есть таких тортиков очень много. Это тортик для маленькой девочки. Я думаю, можно очень-очень много разнообразных вариантов придумать именно вот таких вот расписных, куда приспособить. Сейчас покажу уже, что у меня получается. Такая пластиковая текстура, она довольно недорогая, и они куча-куча разных. Там и завитки, и шины, и все, что хочешь, там можно придумать. Посмотрите, вот какие вот получаются расписные квадратики, точнее треугольнички. Я бы, наверное, очень долго игралась, если бы мне пришлось вручную как-то расписывать красиво. А так она у меня еще и красивая, такая рифленая, очень интересная. И довольно нежная. У меня вот такая вот цветочная как бы форма. Я еще сделала такие зеленые и такие голубые. И они у меня будут чередоваться на тортики, как такая вот вывеска. Ну, вот так вот буду чередовать. Так, следующее, что хотела еще вам показать. Следующее я буду использовать, это текстура камня. Есть такие текстуры, продаются и кирпича, и камня, и вот разных камней. Есть еще у меня, но это уже в следующем видео, покажу разные вот такого плана текстуры, которое именно на тортик уже переносится. Тоже покажу. Я вообще тоже в восторге. Смотрите, я здесь придавливаю, абсолютно не соблюдая никаких стыков. И вообще ничего не видно, где у меня начинаются камушки, где они заканчиваются. И получается очень красиво. Кстати, данный коврик я покупала из Китая и очень довольна его качеством. Заказывала с китайского сайта New Cheek. Посмотрите, оттенила еще немножечко черным красителем, для того, чтобы была более реалистична моя дорожка. И потом буду переносить вот ее на тортик. И вот такая вот она у меня уже получится. Очень красиво, и мне прям очень нравится данный эффект. И последнее хочу показать, но, наверное, самый крутой. Это вот такой вот коврик с маленькими цветочками. Он очень рельефный внутри, я прямо от него в восторге. Просыпаю его вовнутрь крахмалом, хорошо, чтобы крахмал слегка прилип туда. К силикону он прекрасно пристает, там буквально очень мелким слоем. И вытряхиваем весь лишний крахмал. Отщипываю маленький кусочек мастики. У меня здесь мастика из маршмеллоу, которой я покрывала изначально тортик. А это уже остатки этой мастики. То есть она полежала у меня пару часов. И смотрите, мне не нужно ни в морозилку засовывать, ничего. Этот коврик очень мягкий, очень приятный. Его, кстати, тоже я заказала с этого же сайта NewChick. Я показывала его в видеораспаковке. Если захотите, ссылочку на эти товары я вам оставлю в описании. Можете зайти и посмотреть там и фотографии покрупнее и поинтереснее. Смотрите, утрамбовываю вровень со своим ковриком. И сразу же достаю. И вот такая вот красивая, я не знаю, что это, гербера, хризантема, гергин. Ну вот, очень красивый такой цветочек. Их потом можно прорисовать, можно сразу делать из цветной мастики. Но я их потом буду прорисовывать разными цветами. Поэтому мне проще было сразу сделать их все белые, а потом прорисовать разными цветами. Либо оттенить их каким-нибудь пищевым порошковым красителем. Тут же такие же есть и очень интересные. Сейчас это, по-моему, орхидейка. Вот такая вот орхидейка. Очень красивая, очень текстурная внутри, прям, ну, я в восторге. Такой мелкий молд, и чтобы он был прям вот такой вот текстурный. Я хочу этих цветочков много наделать на пасхальные куличи. Мне прям очень хочется. Смотрите, а это вот лилия такая, открытая, тоже очень красивая. Там и розочки, и анютини глазки, и просто такие пятилистники, и четырехлистники. То есть, на самом деле, очень универсальные. Мне прям, ну, очень понравились данные цветочки. Посмотрите, какие они четкие и очень красивые. Там и серединки очень хорошо проработаны. То есть, и работать с ним, вы видели, очень-очень просто. То есть, я надеюсь, что это видео кому-нибудь пригодится. И вы сделаете свой выбор, если вам захотелось купить себе какую-нибудь текстуру, вайнер, молд, неважно. И вам поможет мое видео, я буду очень рада. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.